Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Каспер, в этот раз она будет Смайл, и мы будем смотреть с вами Эпицентр Москва, квалификация, европейский дивизион, Team Spirit против London Conspiracy, Best of 3 серия. Собственно, это у нас первый круг, там четвертьфинал, кажется, это у нас идет. Одна четвертая, по-моему. Ну вот и я так говорю. Всем добрый вечер, привет, Романыч. Да, здравствуй, дядька. Как вообще твое настроение? Как тебе решафлики? Да, все, что не делается, то... Как это? К худшему? Все, что не делается, то к лучшему. Нет, нет, конечно, к лучшему. Я думаю, все будет нормально. Надо, надо что-то менять, потому что на одном месте стоять нельзя никогда. Не, ну это само собой. Я просто про некоторые вещи, которые там, типа, блин, надо продлить ростер лог, и все-таки думают, ну да, если продлить его, как будто вот все сразу перестанут за два дня до лока все менять. У вас есть две недели на то, что собрать состав. Заканчивается, а некоторые команды вообще на мейджор не ездят и могут составы начинать собирать, договариваться еще до него вообще. Две недели есть собрать состав. В чем проблема-то? Вот я о том же. В принципе, я не совсем понимаю паники по поводу времени, потому что этого, я считаю, более чем достаточно. Да, это им три недели будут точно такие же ситуации возникать за два дня до окончания, через три недели. Конечно. Все будет абсолютно то же самое, просто только будет на неделю больше. Ну вот. Все стандартно. Все учились в институтах, все делали в последний день всегда все. Да, да, да. Можно три дня дать, и все составы все соберут. И на последний третий день все будут жаловаться. Ну так все и есть. То есть я вот пример такого же мнения. И ладно, давай по игре. Что у нас тут происходит? У нас Team Spirit играют за Dire, London Conspiracy, Radiant. Стадия драфта уже пошла. Мы видим First Pick Outworld Devourer от LC. И сейчас они доберут к нему, не знаю, пока что угодно. У нас тут медведь Бруда. Бруда постоянно что-то в баны в последнее время улетает. Энигма появляется также у них. Энигмочка. Я бы на месте, наверное, LC какого-нибудь лучше Леона подпекнул бы. Но они, видишь, как уверены в этой Энигме. Я тебе, извини, что перебью, я тебе больше скажу. Я Леона видел буквально один-два раза за последних там 3-4 дня. Это вообще как-то странно. Не знаю, я часто видел. Ты, наверное, не те регионы комментируешь. У меня была как раз вот Европка. То есть у меня там постоянно наши какие-то месились. Там либо Spirit, либо Vega, либо еще кто-то. И вот там Леона практически не было вообще нигде. Ну, у Team Spirit это всегда... То есть не у Team Spirit, а у Габлака. Будем так говорить. У него свое видение доты всегда было. Поэтому он может даже не отталкиваться от нынешней меты и играть какую-то свою мету, как он ее видит. Свою доту. Поэтому ничего удивительного. Ну, вообще, вот вчерашние матчи... Или там позавчерашние, получается. У меня вчера как раз был выходной. Позавчерашний матч я комментировал с участием Spirit. Они играли 4 карты. В трех картах они просто катком прошлись по своим оппонентам. Вообще им никто ничего не мог сделать. С кем играли? Они играли с ЛЦ, кажется, как раз. И с еще одним... То ли No Digity, то ли что-то такое. Да, No Digity, кажется. То есть там, где Синдерэн и компания. Ну, такой микс. Да, да. Я тоже понимаю, что такой микс. Но я к тому, что Spirit там вообще выглядели очень круто. И одну карту, которую они отдали, они отдали просто потому, что уже ходили там. Вот это и этого, и этого тоже. На пятой минуте. Там, на самом деле, No Digity такой микс. Меня только Синдерэн там настораживает. А так вообще там... Игрокит хорош, там, по-моему, Эра, Зай, Ябзор, Койко. Ну, помимо Синдерэна. И Ябзор, кажется, еще. Да, да. Эра, Зай, Ябзор и Койко. А, да, да, да. Все, я просто прослушал. И Синдерэн пятый как раз таки. Все верно, все верно. Именно этот микс, он и есть. Так, у нас там улетает в банк Чен Винга. Но Винга, понятно, чтобы Энигме не мешало. Spirit убирают Войда, потому что модно нынче брать вот этих Войда, Энигмы, Двауреры. Все это вместе весьма неплохо работает. Ну, и теперь выбор за кем? За Бистмастером. Решили еще такого сильного оффлейнера убрать. Вообще, по оффлейнерам нехило прошли Spirit. Убрали четырех пацанов. Во-первых, да, оффлейнер выбирает. Во-вторых, у Артура видно вот эти первые два пика, Фурион и Пак, что он хочет играть глобальную, какую-то спидпушащую доту. Отходит от своих наработок, походу, которые у него за последние годы накопились. Идти кулачком, без станов, очень все жирное. Бэйна, видишь, в первой стадии нет. Кстати, Бэйн был у него. Был-был-был Бэйн. Ну, он его любит, да, но не всегда теперь заходит. Так у него Бэйна вообще один из приоритетов. Чуть ли не скакал. Знаешь, у ЕГ, ППТ, когда про команду противника ничего не знает, как она будет пикать, как она будет драфтить, у него один ответ на это все, если у него есть фюзпик, Винга. Вот так же у Артура. Раз и Бэйна. Кстати, здесь Бэйн не самый безидейный персонаж. Он и в миде 2 Аурору может немножко помешать, и против Энигмы даже с Блэккинг Баром работает, если у него там линза какая-то есть. Чисто подзбить ульт. Так что Бэйна, возможно, мы еще здесь узрим. Да почему бы нет? Ну, тут неплохо еще смотрится с Инчой как раз. Знаешь, старая добрая комбинация есть, как Рубик. Блэкхол своруешь всегда. Да, кстати, есть такая тоже штука, тоже очень хороший суппорт, возможно, будет. Так, ну и теперь уже время LC брать себе, возможно, еще одного суппорта. Да, наверное, может даже не суппорта. Можно суппорт сейчас не раскрывать, можно какого-нибудь даже с оффлейнера начать. Ну смотри, а какие варианты остались по оффлейнерам? Потому что все хорошие очевидные варианты уже перебанились или забрались. То есть, кто еще у нас более-менее неплохо его стоит? Сейчас еще что-нибудь вспомним. Старые какие-то Слардары, ой, не Слардары, а Найт Сталкер, возможно. Ну, Дарк Сиро, да, тоже. Ну, Дарк Сир, Феникс, Тайт Хантер всегда есть такие. Ну, это самые такие топорные персонажи. Дефолтные, да. Так что будет интересно понаблюдать. Ну, Дарк Сиро, Дарк Сиро, Энигма, Деваурор выглядит пока вполне себе мощненько. Это вообще Дарк Сиро с Энигмой. Вот, да илюшки. Этого, этого героя я как раз и ждал. Потому что уже сперед с этим, хотел сказать, пацаном, с этой подругой уже играли. И сейчас, видимо, решили повторить. Ну, Артурыч, пять рейнджей, походу, решил катать. Я думаю, вряд ли пятый герой будет какой-то милишник. Это, я думаю, тоже будет. Ну, во-первых, ончаттер с четвертой позиции, это лес будет. И нужен пятый, точно, рейнджевой герой. Это будет любой саппорт. Может, какой-то кто там флай играет, да? Какие у него сигнатурки были? Даззл, Дезераптор, вот, кстати, может быть. Неплохо смотрится здесь. Да, Дезераптор очень неплох. Вообще всех ловить круто. И Дарк Сиро поймать, Энигму там подзбить. Мне вот Дезераптор нравится, и Рубик неплох. Как раз если гонять эту Дарк Сиро, его можно всегда бить, 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 бить. Потом засунуть телекинез. Ну вот, ЛС забирают спектру. Я не знаю, она как-то слишком вязко выглядит, эта спектра здесь. Она не бегать толком не сможет. Она, конечно, в конце, там, ближе к концу игры, она очень крутая, потому что она быстро добирается до дровки, там у дровки эти пассивки, там сразу хуже начинают работать и все такое, это ясно. Но что делать в начале, когда тебя 4-5 ранжевиков убивают с двух залпов? Но ЛС, главное, в начале не просесть. Им не отдать там за первые, образно, какие-то 10-15 минут, вот эти тир-1 товара все. Верхний тавр, я думаю, очень быстро упадет, по идее, должен упасть. И потом куда-то Артур своей там инчой должен передвигаться. Ну вообще, ломать все тавра, просто прижимать спектру, не давать ей фарма. Потому что если они просто будут стоять с этими тир-1 таврами, спектра будет фармить, а потом спектра убьет всех тут. Для него тут нет соперников. Свинчат, дровка, это все такое, посредственно против спектры. Ну да, когда она выйдет в серьезные артефакты, это действительно так. Первое время будет очень тяжело воевать. Убирают оракла здесь, ЛС. Ну вот оракл тут, не знаю, несмотря на то, что этот суппорт нравится почти во всех ситуациях, вот конкретно в этой он не совсем был бы понятен. Потому что тут мы уже разбирали и Дизраптор, и Рубик выглядят посильнее. Леон еще тут самый, кстати, остался. Почему бы и нет? С дровкой тоже неплохо, думаю, с Дарксиры будут гонять. Да и сбивать тут еще что, всякими сексиками. Мне вообще нравится Леон, это тоже со многими уже обсуждал. Это один из единственных персонажей в доте, Шадоу Шамана, Леон, у Хекс рожденной есть. И не нужно его собирать. Ну да, и 5,5 тысяч так-то. И Хекси просто, конечно. Все верно. Просто 5,5 тысяч встроенных в тебя. Нетворса уже есть. Ну так и есть, так и есть. Я тоже часто на этом застрял внимание. И в целом против Хекса, просто вокруг Хекса достаточно тяжело играть. То есть, если ты собираешься защищаться, ты одним БКБ не обойдешься. А БКБ уже по определению вроде неплохо, но зачастую там, независимо от микса против тебя, который играет, там БКБ лишним не будет, условно. Но против Леона БКБ не спасает, например, потому что он прыгает, моментально тебя хексит. То есть, нужна еще линка. Именно, именно. Нужна еще линкен сфера какая-то. А это еще 5,5 тысяч. То есть, в итоге получается, что очень дорого обходится защита против Леона. Ну, красава же. Ну, красава, да. Красава. Не законтришь красаву. В хороших руках. Так, и давайте-ка спирит. 33 секунды для того, чтобы выбрать Дизраптора. Дедом Артурчу уже решил, что будет выбирать. Просто он какие-то, наверное, наставления. Расклады дает. Да-да-да. Вообще, возможно, выберет еще какого-то врыватора танка. Я не знаю. Так, чтобы просто человек мог зайти и немножко на себя внимание привлечь. Потому что Пак ворвется, ну, поставит он Дрим Койл, а дальше Чето. А дальше уже Тухлинка. Дело обстоит. Со станами. С теми самыми. Кстати, еще красивая комбинация есть, когда Пак прыгнет, и Дровка может своим салом всех станчики вытолкнуть. Да-да, есть такая тоже штуковина. Ну вот Рубик, про которого ты вспоминал, и действительно он заходит, будет пытаться воровать у Энигмы Блэкхоллы. Конечно, Рубику против Спектры будет тяжеловато, если у Спектры уже хотя бы там один-два слота появятся. Что он просто мертвый становится. Вообще против всех ему тут тяжеловато. И Винтер Виверна. Виверна очень хороша. Очень много народу, которые с руки долбят. Это даже магического проказа такого вообще нету у Рубика, это фейтбол да у Пака. Вот это три-три рассказа, ну, ульта Фуриона, да. Одна мека это все закомпенсирует, там, плей на нюков. А Винтер Виверна как раз очень круто заходит, потому что Фурион, Энчантрас, Дровка бьют ток с рук. Да, и если грамотную курсу дать под Дроу Рейнджер, не в Дроу Рейнджер, а под Дроу Рейнджер, то, соответственно, Дровка может очень быстро отстрелить там либо Энчантрас, либо Пака, либо какого-то Рубика условного, или Фуриона. Либо эти четыре героя отстрелят Дровку. Ну, такое тоже иногда бывает, но зачастую наоборот. Я очень редко видел, когда вот Мейнкерри его ловили в этот ульт, и ему там хоть кто-то в команде мог что-то сделать. Потому что зачастую нужно пытаться ловить рядышком кого-то с этим керри. Там желательно вот вторую, там третью позицию. Я пару игр видел, как заканчивается, знаешь, в таком моменте. Идет размен ТВ Рейнджер, допустим, одна команда ТВ пушит, и другая команда ТВ пушит. Ты понимаешь, что Свинтер Виверна бежит как-нибудь через лес вот так вот, да? Ну, допустим, вот этот ТВ пушит нижний. Вот так вот через лес она пробегает, просто по лесу, и кидает в Мейнкерри просто ульту свою, его убивает, и он там как раз вот эти два раза оказался без байбека. А тебе верхний ТВ пушит, и просто на рампу, пожалуйста. Да, неплохо. Я просто когда-то играл тоже против Виверны, у нас игралось через два мощных кора, то есть это был там Атимаг, Виндрейнджер, и у Верки тоже были хорошие слоты, и у Атимага были, соответственно, хорошие слоты. В итоге, кого не поймай рядом друг с другом, один второго убивал моментально просто. То есть это было... Герой опасный. Очень опасно, да. Хоть он и фикшеный, хоть и эти четыре героя, которые бьют одного, они непробиваемые, но все равно герой очень сильный. В определенных ситуациях он действительно очень-очень крут. Особенно, например, если вы действительно играете через двух коров сильных, там, причем, если один из них там милишник, или там оба милишники, это вообще замечательно, потому что просто одного на другого натравил, и там половину убивает. Либо, например, в такой вот рейнджевой стратегии, но тут есть уязвимость, то что рейнджевиков тяжело поймать вместе, но с другой стороны, они очень тонкие, и, соответственно, если ты хотя бы одного круто подловил, то он, скорее всего, погибнет. Ну, хорошую позиционку надо удерживать, как раз в интерверне, потому что есть всегда пак, когда может влететь на тебя с айлнцем, и ты, в принципе, вообще ничего не дашь. Да, да, да. Все, так и есть. Кто, что, быстренько по героям, кто на ком играет? Команда ЛЦ, ЛЦ, Солин будет играть на Винтерверне, Джелби будет играть на Спиктрейбе, Спивер будет играть на Энигме, Бэби Найт будет играть на Девауэре, и Кевка будет играть на Дарксире. Да, ну и по ту сторону реки у нас Спиритык, Блак на своей Энчантрес, я так понимаю, четвертая позиция, и Лидан Дроу Рейнджер на Рубике у нас будет исполнять Always on Offly, пак в миде от Айсберга, и, естественно, на Оффлэйне Фаник на Нейчерс Профите. Фанику мы, кстати, вот тогда еще обращали внимание, когда у Спиритов позавчера было две игры подряд, четыре игры подряд отдавали Фуриона. Говорят, ладно, чувак, ты там... Вроде ты неплох, но не настолько неплох, чтобы мы его банили. Два такие серии у команды... Ну, пока вот идут как раз вот эти решафлы, никто никому не готовится, все заняты, все в голове вот эти перестановки, кто там с кем играет, и никто не смотрит просто даже игры банально. Вот ты играешь против команды, и просто тупо не можешь зайти, там, не знаю, на дота-бав, куда-то там... Ну, там пару сигнатурок каких-то... Да-да-да, просто сигнатурок. Четыре последние игры Фаник играл на Фурионе. Ну, забанят этого Фуриона. Не, ну, он играл на нем неплохо, то есть претензий особо у нас к Фанику не было. Фит был умеренный, то есть нормальный, стандартный такой Фурионовский фит. Сплитил хорошо, так что претензий действительно к нему там никаких тогда не предъявляли, как мы обычно любим. Ну что ж, пошли у нас крипы. ОД забирает одну баунтиру, ну, Айсберг забирает вторую. Все вполне понятно, и сейчас этот пак начнет стоять против Дваурора. Интересная дуэлька. Маленький такой голубенький дракончик против здоровенной тумбочки. Меня всегда поражали вот эти Дарксиры. Да вообще просто ребята, которые с бумажкой приходят на линию. А, на Солринг, которые? Да-да-да. Он не думает, что он может не нафармить в течение 5 минут этот Солринг? Не, ну, может он думает, что он слишком жесткий, или что флай не слишком жесткий. То есть тут такие тоже нюансы. Ну а что он, против кого, получается, стоит? А, ну, да. Дровка, Рубик, конечно, могут его вообще не подпускать никуда. И переденять могут все вообще. Вот одного крипа надо заденять просто на первой пачке, и все. Потом дальше Эллидан, ну, он миллион раз стоял против Дарксира. Я даже помню, мы это обговаривали, как там стояли вместе с Виртус Про. Не получилось чуть-чуть заденять. Он умеет стоять, по идее. Ну, ему второй лайву главное не дать получить. Но он получит. Почти, почти получил. Там в итоге одного крипа Илья заденайл. Но там анимация у дровки на начальных этапах очень тугая, и тяжело добивать крипов. В принципе, тяжело добивать крипов дровкой. В начале игры. Там у УДА уже такая двойная пачка крипов в центре тусовалась. Слишком много. Он забежал оттенков. Артур, Артур, Артур. Все внимание к Артуру нужно, потому что он будет плеймейкером сейчас в начальной стадии игры. От него будет главная угроза. Вот он уже вниз идет. Как раз таки, может, будет и гонять кого-то. Он просто пришел Фреону дать, наверное, спейс. Да, вот он пока даже без мака совершенно на морозе заходит. Понимает то, что Виверна ему вряд ли пока что-то сможет сделать. У него там неплохая подкрепа имеется. Еще неплохо под Джиллопай попадает своим Хадукиным. Ну и просто, как ты вот отметил, отжимает пространство для Фреона. Фреон спокойно экспится, спокойно крепится. Кевка, кстати, на топе в это время уже Флая неплохо поджимает. И у Флая остался, правда, один подхил. Но вот этот подхил, он такой весьма сомнительный, если ДС вдруг начнет баковать. Но у Дарксира к этому моменту еще нет соло-ринга. И маны, соответственно, тоже уже закончилось, поэтому... У ДС здесь надо выжимать максимально последнюю ХПУ и просто бежать на базу. Стоять, потому что здесь смысла уже нет. У него 30 маны. Ну да, да, плюс Вой сейчас вот поднимает. Или да, она нет ледяных стрел. У него нет, у него нет маны. У Дарксира нет маны. Ну, он Флая может заколоть все равно. Да ладно, отпевает все-таки. Илья, насколько я понял, его отпевал. Да. Или сам себя отпевал где-то. Я у него не видел просто хилки в инвентаре вот минуту назад. Значит, Илюха да все сделал. Красавчик. Красавчики. Но все равно много ресурсов потрачено. И Дарксирик много ресурсов потрачил. Айсберга пытаются забрать в центре. Айсберг тоже классно размансил. И в итоге выживает пак. Стянул на себя Энигму. Энигма тоже потратила достаточно неплохой запас по мане. Баби Найт вообще в ноль ушел по ресурсам ХП-МП. Баби Найт проседает очень сильно. Ой-ой-ой. Просто фраг. Айсберг. А там идет, идет, идет. Ой-ой-ой-ой. Живи. Секунда, кулдаун был на... Ну а то что-то осталось-то фармить крипов. Ну убил, беги обратно. Зачем ты стоишь, что динаешь дальше. Но в любом случае, он миди разобрал. Энигму, правда, немножко подкачали. Там и денег ей неплохо досталось. Там 400 голды. 450 почти. Да, Соларинг имеет Энигма. Но этим передвижением Рубик дал спейс на топе. Поэтому все. Букефки сейчас неплохо должно быть. Дровка, с другой стороны, тут замечательно тоже стоит фармит. Мы видим, что по крипстату пока 4 игрока команды Spirit идут на первом месте. Уже пятую карту, вот позавчерашнего дня, пятую карту подряд Spirit начинают с полной доминации на линиях. Конечно, они играют против заведомо более слабого оппонента. Там команды, которые были против них. Но это пока просто миксы, скажем, прямо. Но в любом случае, каждую карту они начинают именно так. У них полная доминация по лейнам. Дальше они просто начинают давить. Там вышки, вышки, вышки. И просто идут, зажимают. Там минут 20-30. Я не знаю, Артур, с Арстайлом они то ли сговорились, то ли что-то обсуждали, может быть, вместе. Что один, что второй, если есть лесник в команде как раз либо у Na'Vi, либо у Team Spirit, он всегда идет в сложную линию и просто оттуда не уходит. Он не фармит леса, там, Чен не просто не стоит там вот эти 6-7 минут, не фармит себе Мекку без остановки в своем лесу. Он идет и жмет легкую линию противника, ничего не дает. Там нормально просто стоять и суппорт. Да, на топе в это время погиб ОД. Ну, как раз вот я успел понаблюдать за этим деянием. Рубик там успел, реген у него, видимо, подтырить. Да, я, судя по чинжу логу, не чинжу логу, а просто логу. Я тут зашел в доту после апдейта, обнаружил кучу непонятных настроек. Да, я зашел, мне нужно было включить только автоатаку и все. И все мои настройки закончились. Я вообще ничего себе не видел. Не, я просто пытался разобраться вообще во всех этих фишках. Да, автоатака меня тоже немного смутила, теперь три режима там вместо двух. Да, 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 обычная какая-то после заклинания, там что-то там такое. Да, 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 да. Ну, смотри, габлака сейчас на нижней линии начинают напрягать, но я не успел отдать полифайс. Очень трудно его напрягать. Я до сих пор играю на Legacy Hotkeys, мне как-то... Ну, ты прям совсем олдскул, да, такой? Да, что там творится в этих апдейтах с квиккастами, у меня ни жарко, ни холодно. Не, я как раз вот хотел на досуге, когда у меня появится там приличное количество времени, если оно у меня появится, засесть и попытаться научиться там играть на квиккастах. Это такое, время просто нужно, научиться всегда можно. Ну да, просто время, просто время. Время, которого нет, скажем. Я помню, как Год психовал, когда он начинал только с квиккастами играть. У него не получалось ничего, он как раз, он... Кефка, ой-ой-ой, Сэнлсом не попадает, но должен его флай ловить. Должен флай его ловить и знает, где он находится. Знают, 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 да. И уже он попался, и килл, наверное, Илюхия оставит туда. Молодец, флайлуш, истинные субпорты снизу. Суспектра еще умирает. А Фурион улетел еще при этом. Ну, неплохо сыграно, слушай. 1-5 ведет команда Спереда. Еще стянули сюда Удея. Бедный Удея, смотри, что с ним вообще происходит. Ну, у него 13 на 2. Крипстат. 13 на 2 против 33 на 13 в пак. Айсберг его просто не ощутил. Да. Ну, вообще, скажу прямо, Бэйби Найт меня расстраивает. В последнее время... Что ты от него ожидал, парень играл в Старкрафт последние два года? Ну, у него АПМ высокий. АПМ высокий. Может кликать на месте, зато. Да, да. Я вспоминаю, как Select когда-то ворвался. Помнишь эти времена? Когда Старкрафтер Select пришел, сказал, что... Да, да, да. У меня АПМ жесткий, я этих дотеров развалю. И где он теперь? Развалил. И ушел обратно. Да. Ну, по-моему, да. Он, кстати, вернулся по-моему играть. Ну, да, он играл в доту, понял, что ничего не получается. И все, и опять ушел в Старкрафт. Тут нас опять Бэйби Найта пытаются убить. И его убивают тоже совершенно спокойно. То есть просто сыпется. Сыпется LC. Те соло фраги. Этот Outworld Warlord без артефактов. Спектра тоже 16 крипов добитых имеет на своей легкой линии. Да, однокалечная игра какая-то у нас вырисовывается. Ничего не могут противопоставить. LC и Спектра еще на миде умирает просто. И Айсберг соло. Айсберг уже восьмого уровня. Да, да. Ну, у него три фрага, Соляна. Смотри, он просто идет и куски отрывает. Он сейчас убьет его. Да. Нету, 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 нету. И смотри, крип еще зажал сейчас Виверну. Если Виверна вовремя не успеет вылететь. Да, нет, нет. А, ну. Ну, три секунды, две ударбы, слушаем. Он, может, пойдет до конца? Да, он сейчас что-то придумает, смотри. Там очень опасно, это Блэхолл. Уникмы Блэхолл. Айсбергу лучше не рисковать. О, нет, под вардом и чужой вард. Да, 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 чужой вард. Ой, 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 ой. Айсберг, айсберг. Ну, засосал айсберга, да. Не успеет, он идти в варбу и Ива здесь убьет, конечно. Конечно, спрятал. Ну, вот надо дать, или Байми Найту надо дать килл, конечно же. Ну, он там и так из астрала выходил, погиб. Так, немножко тут подгулял. Да, да, айсберг. Самую-самую малость. Но зато при этом совершенно спокойно себя чувствует Эллидан. 54 на 11. Такая вот себе дроу рейнджер. Да, через плюсы играет Сайллс на единичку. Взял ледяные стрелы, вообще не брал. Просто пассивка, аура, плюсы. А плюсы что дают? Плюсы дают еще больше ему и всем его четырем друзьяшкам из его команды рейнджам. Тоже дополнительный дэмэдж. Да, и сама... Снизу замес. Тракса чуть более... И Джелти еле живет. Габлак. Минус. Ну да, Габлак тут слишком далеко забежал. Плюс еще Фанник может встрять. Вот вчера они точно так же слили последнюю карту. Вот один в один было. Остановитесь. Спирит, пожалуйста. Просто остановитесь. Это жесткая агрессия. Они в прошлый раз просто лезли там под Т2, за Т2, вчетвером, вдвоем против пятерых. То есть абсолютно какая-то непонятная вакханалия там происходила. И они, естественно, слили эту карту. Ты понимаешь, они на восьмой минуте уже вели под золоту семь с половиной тысяч. Но сейчас график ушел до пяти. Семь с половиной тысяч на восьмой минуте. Да, очень-очень много. Но они вышки еще забрали внизу, наверху. Вот в миде сейчас еще вышка пригорает очень сильно. Вышки, нетворсы, да, там все. Боже, я нажал на вышку и офигел. У нее теперь подсвечивается красным зона стрельбы. Да, все подсвечивается. А эти... Варды? Не варды. Зоны, зоны для лесных припов. А, ну да, да, ну, типа нейтрал спауна эти. Ага. Опять продолжение у нас планкета. Габлак, надо импетусами стрелять. Молодец, молодец, Артурыч. Ну, Артура много маны, то есть он еще может нехило там насыпать. Кефки тоже неплохо достается. Айсберг выдает очередную арбу. Сайлент забирает Дарксира, забирает также Энигму. Минус четыре от команды Спирит. Ну, они просто идут по миду. Ну, они с пятером просто собрались, понятное дело, тут без шансов на таком перефарме уже. Опять в графике палит туда до семи с половиной тысяч. После этой драки там по экспе тоже нормально. Одна Энигма как-то вытягивает все, чтобы они совсем не ушли у нас за горизонт. Ну, мне кажется, горизонт событий уже прошли давным-давно ЛС, и из этой черной дыры им уже просто не выбраться. Да, я предлагаю, в принципе, тем спирит у ИНЧИ, вот сейчас она может подфармить, получить седьмой левел, взять себе макшеный untouchable и просто тупо пойти на Рошана, мне кажется, они так и делают. Ну, возможно, да, так и будет. Там еще баунтирунка. Да, уходит на Рошана спирит. Через дровочку вообще замечательно. Подождите, ничего, ничего, подождите. Подождите, ничего. Ну, она же untouchable. Ладно, я так понял, они вообще не заморачиваются на эту тему. Они так бьют. У них и так, да, все неплохо. Там еще големы подошли, еще пеньки подходят. Клап, клап, ну, куда же без клапочка, да. Да, заваржена карта очень жестко спиритами, достаточно агрессивные варды стоят и готовы убивать. Да, моментально можно идти на тир-2 снизу. Да, 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 так и нужно делать, так и нужно делать. Рубик, конечно, летел, но это ничего страшного. Ну, Тупака, ПТ, Даггер, Нулик, Грейджин и Стик. Просто супер идут дела. Мяку бы еще собрать баунтирунка спиритами, тогда можно вообще на рампу заходить спокойно. Ну, смотри, а кто тут может собрать Меканзм? Фаник разве что? Или Артул? Не, Фанику не надо. Фаник подстраховка, лучше не собирать. Собрать кто? Кто может собрать? С Рубик может собрать Меканзм? У него, в принципе, по деньгам неплохо. С фейтболта просто золотишко забирать постоянно. Если не умеет, я научу. Стоит, значит, твой пак, собирает себе на Блинк Даггер, ему не хватает 200 голды. Смотри, подходишь такой, бззз. Да, на этой минуте, если пак делает два... А, два каста там остается на фейтбол, да? Да. Там остается по одному удару по каждому крипу. Вот, и, соответственно, в этот момент ты кидаешь зеленый луч и плюс 200. Ты смотри, у нас набросились на Элидада. Слушай, его действительно затыкали толпой. Почти затыкали. Но у него в любом случае была эгида, поэтому не важно, погиб он там или нет. Бэйби Найт без ульты. Что? Сергей, как вы можете прокомментировать это событие? ОД без последней. Как тебе? ОД без последней на восьмом уровне. Я не знаю, что. Вот к тебе на рампу идут. Ты можешь просто кинуть этот ультимейт, даже не бив никого. И ты половину героям сожжешь полностью ману. Почти. Ну, может, это слишком слабо. Вот плюсик или там лишнюю ауру вкачать на 5% маны. Это важно. Нет. Ладно. Ломают, ломают сейчас спириты уже нижнюю сторону. И ломают вполне уверенно. Спектрак, конечно, может ворваться, но она никуда не хочет ворваться. У нее урна и щиток бедного человека. Вот этого надо молодого человека фокуснуть, чтобы оно все вот-вот-вот-вот. Все. И теперь 100% драк выигран. Он еще байбэкнулся. Ну, да-да-да. Слушайте, стяжка какая-то, может, и будет. Да. Спектра ультит. Кефка заходит, получает гаст. Не успевает дать прокаст. Джиллупай тоже еле живой. Бэби Найта начинает так же фокусить. Прячет он себя в Астрал. Бивер заходит. Там по Минайт пульсу бегают ребята. Не слишком круто. В итоге... Каблокатного затягивают. Ну, все, 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 все. Все круто. Да, все, бюбэк можно писать здесь. Дримквейла моментально просто сбивает с... Ну, все круто сделали. Просто задавили. 13 минут, 19-4 стороны нет. Ха-ха, неплохо, неплохо. Вот и вчера, блин, опять вчера. Позавчера. Было точно так же. Ну, я думаю, может быть, ребятам из команд, которые будут играть против Диму Спирит, задуматься, что-то может подзабанить, надо каких-то ключевых героев. Может, не надо давать вот так вот просто пушить через Дрорейнджер, может быть. Или через Фуриона. Ну, вот, понимаешь, они... Или лес убрать. Они играли двумя или тремя разными стилями до этого. И точно так же заканчивались игры там за 15-20-30 минут. То есть пока просто... Они просто выигрывают линии, вот и все. Против них на линиях играет абсолютная пассивность какая-то. То есть Дарксир пассивный, ну, он там хорошо фармит. Окей, черт с ним. Энигма пассивная на линию выйти там толком не может. Один раз тогда она вышла в мид. Ну, и что с нее там было? Спектра тоже, ну, мусорный герой, если драка какая-то начинается там в самом начале. Там остается какая-то Виверна условная и... Ну, и ОД. Вот и все, чем вы можете толком драться. Ну, а чем тебе не нравится-то? Ну, вот решапнулись ребята, взялись там и Илюху, и Фаника. Нормально сыграли? Нормально играют? Не, сыграли действительно неплохо. Ну, и давайте, наверное, будем уходить сразу же на небольшую рекламно-музыкальную паузу, после которой вернемся на вторую карту. Надеюсь, она будет больше 13 минут. Да, далеко не уходите. Да, не разбегайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова